Я так рад приветствовать всех драгоценных братьев и сестер, кто присоединился к нам сейчас в прямом эфире. Так рад, драгоценные братья и сёстры, что мы можем следующие 30-40 минут провести вокруг Священного Писания. Я хочу поговорить сегодня на тему, которая выросла у меня за это время и назвала её «Одна ответственность на всех». Если вы зададите вопрос сегодня, что такое церковь, то вы получите огромное количество различных мнений и ответов. Но для кого-то церковь – это больница, в которой Господь восстанавливает и исцеляет наши души. Для кого-то комфортное общество, где все учтивы, подчеркнуто вежливы. Для кого-то это просто интеллигентная группа людей, общество не курящих, не пьющих, благополучных, хороших ребят. И попадаются такие, которые приходят и говорят, я бы себе жену отсюда взял, потому что её в церкви научили послушанию. И я надеюсь, она будет послушная, другими словами, я хочу такую, чтобы она просто дома сидела, меня слушала, меня любила, мне кушать готовила. Я хочу жить, как я хочу, комфортно, пусть она мне помогает. И, ну, это за кадром, это не звучит. И они приходят в церковь. Для кого-то церковь – это место, где красиво поют, угощают вкусными печеньями после богослужения. И на самом деле, ну, как-то так вот церковь имеет место в сознании многих людей. Да и Бог, собственно говоря, особенно когда здоровье начинает немножко пошаливать, начинаешь думать о Боге. Кто-то сказал, что от тенист до первой тряски в самолете. И потом начинается, а, господи, мусульманин своему, там, значит, молится Богу, христианин по-другому это делает. Но вся вот эта вот спесь такая внешняя, я, сам себе Бог, она куда-то слетает очень быстро, причем в считанные секунды. Друзья, ну, я хочу сказать, что на самом деле мы поговорим с вами не только о том, что есть церковь, а о том, какова ответственность каждого из нас, кто считает себя частью церкви. И я хотел бы открыть вместе с вами 83-й псалом. В 83-м псалме речь идет о Доме Божьем. И мне очень сильно нравятся здесь те слова, которые написаны сыновья Кореевы. Они написали такие слова о Доме Божьем. «Как вожделенны жилища твои, Господи, сил! Истомилась душа моя, жила я во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка находит в себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить кенцов своих. У алтарей твоих, Господи, сил! Царь мой и Бог мой!» Другими словами, здесь такая атмосфера. Здесь вот в духовном мире что-то происходит то, что даже творение, оно тянется к этому месту. Здесь источник мира, источник покоя, благословения, радости, безопасности. Здесь есть Божие присутствия, которые сопровождаются с теми качествами, которые в миру так редко можно просто в обществе нашем, в социуме встретить. Поэтому даже птичка находит в себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить кенцов своих у алтарей твоих, Господи, сил! Царь мой и Бог мой! Пятый стих. «Блаженны, живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя». Признаюсь вам, что в Библии были люди, которые прямо жили в Доме Божьем. Прямо жили в Доме Божьем. Был один молодой парнишка, совсем отроком еще, или детем, мама привела его в церковь, его звали Самуил. Хотя в то время священник не был таким человеком, который смог воспитать своих детей, и место было, где не было границ. То есть там и грешили, там и делали все, как будто бы это не дом Божий. А Самуил жил там, жил там. Мама привела его и посвятила его Богу. Священник, его звали Илья, и тогда он сыграл ключевую роль в жизни этого мальчишки. Хотя, на самом деле, казалось бы, здесь он сможет развратиться, потому что рядом приходят люди такие развратные. И в Библии написано, что они даже притаскивали своих любовниц, сыновья этого же священника, и здесь грешили прямо у алтаря. А Илья, священник, когда Бог заговорил с Самуилом, сказал ему, иди и скажи Богу, когда Он проговорит тебе еще раз, говори, Господи, ибо слышит раб твой. Илья смог среди всего отличить, что это Бог говорит к этому мальчишке. И там, в том месте, которое по определению должно было бы быть святым, где атмосфера Божия, там люди стали делать беззаконие, а священник сыграл ключевую роль в жизни этого мальчишки. Он научил его отличать и слышать голос Божий. И здесь сыновья Кореевы, они говорят, блаженны, живущие в доме твоем. Они непрестанно будут восхвалять тебя. У Давида, царя Давида, было сердце настолько наполнено любовью и благодарностью Богу, что он со всей страны собрал четыре тысячи певцов и музыкантов и поселил их. Кто-то прямо в доме у него, во дворце его, кто-то рядом жил. И они непрестанно восхваляли Господа. А сам царь тоже жил там же, во дворце. И в этом дворце была огромная большая комната, такой зал, где он поставил ковчег, и где не было никаких перегородок, не так, как в храме, а он просто сделал один большой зал. И там все поклонялись Господу, все славили Бога. И атмосфера поклонения, музыки, славы, присутствия Божьего просто наполняла весь этот дворец. Вот они говорят, блаженны, живущие в доме твоем. Они непрестанно будут восхвалять тебя. Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Посмотрите, друзья, речь идет о человеке теперь. Когда ты в атмосфере Церкви Божьей, в атмосфере поклонения и славы Господней, когда ты слышишь голос Божий, то тогда в тебе есть сила, Божия сила. И в сердце твои намерения, стези – это мысли, мысли твои направлены к Богу. Проходя долину и у плача, а потом долины плача, а потом переживания, а потом стрессы, трудности, проходя долину и у плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Обратите ваше внимание, что открывают эти люди, которые пребывают в Церкви, которые любят Дом Божий, которые каждое воскресенье приходят в Церковь, которые не просто у себя дома молятся, это тоже хорошо, но которые в Доме Божьем находятся, которые приходят, и у которых есть это чувство, как вожделенные жилища твои, Господи Божий, сию. Именно эти люди, любящие Дом Божий, несмотря на то, что он состоит из обычных людей, и мы как люди можем допускать и ошибки, и глупости, и если ты смотришь на людей, ты можешь разочароваться, но именно в Доме Божьем звучит голос Божий, и именно в Доме Божьем Его присутствие, оно другое, чем у тебя в твоей спальне, там тоже есть Господь, но концентрация Бога, если можно сказать, так она совершенно другая. В Доме Божьем не зря Иисус сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, я среди них. Помните, однажды Иисус был в Доме, написано, и слышно стало, что Он в Доме. О как! Слышно стало, что Он в Доме. Не такой тихенький в Доме, а что слышно? А слышно, бесы выходят, больные получают исцеление, немые начинают говорить, кричать, их не удержать, они кричат безудержно, они были немыми, они начали говорить. Слышно стало, все исцеление, все окружение говорят, что там происходит? А там Иисус, и что там что-то происходит? Сердца меняются, жизни посвящаются Богу. Зло уходит, гнев уходит, раздражение уходит, постоянно не того, что уходит, а ух, эти люди, ух, это правительство, ух, это страна, в которой я живу, как это меня достало уже. Один мужчина недавно выговаривал мне, как это меня все достало, я бы, не знаю, одну большую бомбу бросил бы, взорвал бы. И я смотрю, думаю, сколько горечи внутри. И сам не освободится живеть, не освободится, даже если будут слушать хорошие новости. Оно уже засело очень сильно глубоко внутри, и жены знают, как наши мужья, как ваши мужья, бывают раздраженными, но в Доме Божьем это меняется. Присутствие Божие собирает эту горечь и гнев. Весь этот яд внутренний Господь просто берет и освобождает. И написано, смотрите, проходя долиной у плача, они, эти люди, которые были в Доме Божьем, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. А вот следующий момент мне очень нравится. Конечно, слово благословение, нужно обратить ваше внимание на это слово. Восьмой стих. Приходят от силы в силу. Приходят от силы в силу. Слышишь? Не от слабости к слабости, не от поражения к поражению, не от разочарования к разочарованию, не от одного гнева к другому гневу, не от возмущения к тому, что у тебя уже сил нету гневаться. Люди говорят, зла не хватает на тебя. Не от этого к этому. От силы Божией к силе Божией, от благословения к благословению, от улыбки к еще более широкой улыбке, к любви, которая течет через тебя. И все это в церкви, все это в Доме Божьем. Вернитесь к началу. Как вожделенный, жилища твои, Господи, сил. Они говорят, истомилась душа моя, скажи вместе со мной, истомилась душа моя, жила я во дворы Господни. Сердце и плоть моя восторгаются к Богу живому. Радуюсь, когда я могу идти в Дом Божий. В другом месте Давид говорит, возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Божий. О, возрадовался, как великое приобретение. Столько радости в сердце, когда ты в Доме Божьем. Аллилуйя. А Давид в другом месте говорит, а здесь 11 стих еще есть, смотрите, «Один день во дворах твоих, лучше тысячи, желаю быть у порога в Доме Божьем». Желаю лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия. Один день, один день, дайте мне один день жизни, и я проведу его в Церкви Божьей. Дайте мне всего один день, не надо мне три года, дайте мне один день, дайте мне этот день провести в Доме Божьем. Пусть прославление наше играет, пусть слава Божья опускается, пусть слезы текут по щекам людей, когда их каменные сердца Бог забирает и вкладывает плотяны. Пусть грубость уходит, пусть боль, непрощение, горечи уходит, дайте мне этот день, день лежать у креста, день лежать просто пред Богом, день, как я был еще, может быть, совсем молодым, кто-то скажет, я тогда плакал, дайте мне этот день, лучше я один этот день проживу в Доме Божьем, нежели тысячи дней во дворах нечестий. Не надо мне три года в этом окружении нечестивом, где я становлюсь еще больше злым, где я становлюсь грешным еще больше, дайте мне один день во дворах Божьих, и это лучше, нежели тысячи дней в шатрах нечестий. Вы слышали это или нет? Это Библия, это Библия, вот почему я люблю священное Писание, потому что здесь, здесь есть эти ценности, да, современное общество говорит, да, брось ты, какой там церковь, сейчас все онлайн, все онлайн, все онлайн, тебе надо что-то? Выбери себе проповедника, такой, который бы хорошо говорил для тебя, не слушай тех, кто тебя обличает, не слушай тех, кто говорит, что ты грешник, какой ты грешник, Бог за все заплатил, ты будешь спасен, что бы ты ни делал, будешь спасен, выбери себе такого проповедника, выбери себе такое представление, которое бы тебе просто вот так, ну, хорошо тебя вдохновляло бы, и все, выбери себе то, нет, я лучше буду в Доме Божьем, я буду в церкви, я позволю, чтобы звучало Божье Слово, как Самуил тогда, отрок в храме, а ведь Божье Слово звучало, не гладило в этом Слове, Бог никого не гладил, Бог сказал, я скажу тебе, что я собираюсь сделать с этим беззаконием здесь, в моем доме, я молчал, я долго ждал, но приходит время, когда я наведу порядок в моем доме, и Бог изрекает суд, мальчишке этому, Самуилу, отроку, суд не на него, но на детей, нечестивого, или на нечестивых детей священника, понимаете, то есть, но он слышал Бога, говори, Господи, это важнее всего, что мне люди скажут, люди не имеют власти над моей жизнью, только Ты, Бог, имеешь власть над судьбой моей, только Ты знаешь дни жизни моей, только Ты знаешь, что произойдет завтра, только Ты держишь жребий мой тоже сказано библии ты держишь жребий мой господи ты говори мне что есть то говори это благо это елей для души моей аллилуйя 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 кого-нибудь трое там скажи аллилуйя в доме божьем буду уже через неделю я буду в божьем доме аллилуйя друзья церковь очень много значит для меня нет лучшего в мире места чем церковь божья действительности так церковь очень много значит для меня если позволите я очень кратко у меня есть три пункта я постараюсь вам очень кратенько дать я написал вчера 12 листов и я только первые коснулся сейчас это касается церкви я могу с вами говорить часами потому что она прекрасна церковь потому что она создана это тело иисуса христа потому что она создана самим богом мне надо переключиться я хочу показать несколько моментов еще о церкви потом три пункта я постараюсь быстро дать вам их первые из них знаете в церкви звучит божие слова это хлеб на каждый день я хочу чтобы мы понимали божие слова бог сказал мое слово не возвращается тщетным на землю то есть она не пустышка это не то что я сказал и передумал я сказал и ничего я не сделаю я забыл уже божие слова написано ни одна иота и вот эта самая маленькая буква в еврейском алфавите йота маленькая такая точечка ни одна точечка ни одна запятая можно сказать так ни один звук ни одно слово которое вышло из божьих уз это слово написано и здесь она не пройдет бесследно потому что бог когда сказал он не спит и не дремлет он смотрит и бодрствует чтобы каждое его слово оно исполнилось пришло в исполнение итак друзья я хочу сказать что в церкви звучит слово божие я хочу показать немного другой вид или взгляд так сказать на библию некоторые люди любят библию так сильно что они просто учат ее наизусть я знаю одну сестру которая выучила весь новый завет наизусть весь новый завет наизусть и старый завет почти весь несколько книг и осталось и уже за 80 лет она выглядит очень свежо очень бодро всегда улыбается и цитирует просто цитирует наизусть и это прям удивительно знаете я хочу сказать это очень хорошо это очень хорошо но я хочу чтобы мы посмотрели сквозь просто сквозь библию на самую главную цель почему господь дал нам свое слово вы знаете бог не дал его для того чтобы мы его выучили только наизусть и просто в трудную минуту как компьютер что-то выдали бог дал его нам чтобы мы через это слово могли познать самого бога единственная книга в мире при которой автор жив и когда мы ее читаем он нам подсказывает он нам объясняет это дух святой он стоит рядом с тобой когда ты читаешь он дает тебе мысли он дает тебе чувствование он что-то с чем-то сводит он говорит к тебе через слово знаете я иногда наблюдаю как молодежь просто переписывается друг с другом а если понравились друг другу то они эсэмэски прям шлют там и всякие там мордашечки там и всякие там рисуночки шлют друг к другу секунда дело даже быстрее они так быстро это делают что только наблюдайте за пальцами улетела улетела прилетела улетела и знаете я представляю себе как молодой человек просто вот любит и он шлет эсэмэски но мы будем не правы если мы скажем он так сильно любит свой смартфон он так сильно любит телефон что он прям сидит там в нем он любит эти эсэмэски не эсэмэски он любит он любит автора этих эсэмэсок он шлет сообщение это инструмент он шлют сообщение надеюсь что там услышат его там его поймут это его язык и это его его лексика и оттуда придет так уже самое то еще круче ответ друзья наш бог живет на небе а мы здесь на земле и он говорит я пошлю тебе 30 тысяч стихов библии 30 тысяч эсэмэсок и в библии апостол павел говорит все обетования библии да и аминь 30 тысяч мне надо это выучить сердце почувствуй увидеть бог увидеть автора и так священное писание нам дано для того чтобы мы могли познать бога автора этого писания фарисеи изучали знали где и когда должен был родиться иисус помните эту историю с рождением иисуса свифлеенской звездой и когда их спросили они точно сказали вифлееме иудейском но при этом ничего не поняли они хорошо знали то писание знали они изучали писание а мудрецы что было с мудрецами они с востока шли шли за вифлеемской звездой пришли и поклонились они даже не могли до конца понять что произошло где столкнулись с фарисеями тем четко сказали но ничего не произошло библия это та вифлеемская звезда которая ведет тебя к иисусу автору этих слов и цель это не выучить библию хотя это очень хорошо опознать бога в библии наша цель это услышать голос божий через священное писание и принять его в нашу жизнь друзья в церкви есть сила божия и так в церкви есть слово божие в церкви и сила божия сила божия это присутствие бога я скажу вам очень кратко что происходит когда сила божия касается человека человек в его присутствии расцветает так же как весной расцветает вся природа которая сегодня замерзла от мороза и от снега так же в божьем присутствии мы расцветаем расправляются морщинки на обу человек становится другим глаза начинают искриться сиять приходит снова надежда снова упование на бога почему он был в церкви он был божьем присутствии он получает исцеление получает освобождение от этих глубинных ран если не было папы или мамы и человек вырос и чувство что он такой одинок в этом мире уже взрослый дяденька или тетенька внутри остаются эти боли детства в церкви в доме божьем бог исцеляет и освобождает от этих ран божье прикосновение освобождает от комплексов если бы вы видели меня в 13-14 лет и меня сегодняшнего вы бы сказали это два разных человека потому что я был весь в комплексах и были причины на это я не мог выразить свою мысль я заикался я был больным у меня было искривление позвоночника и мой позвоночник прогрессировал в сторону и врачи говорили мне очень страшные прогнозы как я проведу жизнь что-то не будет жизнь обычного человека это будет жизнь на коляске инвалидность скорее всего но я приходил в церковь я любил дом божий любил слова божие и в церкви господь освободил меня от комплекса в церкви господь исцелил меня церкви господь дал мне способность выражать свои мысли церкви господь убрал всякий страх и всякое внутреннее рабство и наполнил меня смелостью и дерзновением в церкви господь изменил всю мою судьбу дал мне призвание дал мне мою жену которая стоит со мной верная помощница которая вместе со мной служит я как птица с двумя крыльями потому что она рядышком это целое крыло для меня поэтому я могу подниматься и парить вместе со своей женой которые вместе со мной бежит во всех во всех вопросах с которыми я сталкиваюсь благословил меня удивительным образом ребенком я не забуду никогда ту ночь когда я был как раз в доме божием я как раз отдыхал в здании церкви когда господь пробудил меня и сказал я дам тебе ребенка через год у вас будет ребенок я поднял свою жену тогда я сказал мне такое переживание такое сильное слово от бога это было в церкви мы до утра не могли уснуть мы просто мы молились и присутствие божия пустилась вы плакали перед богом двоем и это было в доме божьем это было в церкви и господь исполнил свое слово через год я стоял перед всей нашей церкви в новосибирске мы станет и стояли вместе на сцене и держали маленькую девочку который господь нам подарил и это произошло тоже в церкви друзья поэтому в церкви бог омывает нас очищает нас буквально несколько дней тому назад я общался с одним молодым парнем он вырос церкви потом жизнь покрутила его он отсидел два срока вернулся мама уже нет живой папы тоже нет он сирота и он начал жизнь свою и как обычно опять споткнулся покуролесил с какой-то девушкой жил потом осознал что она ему не жена совсем и много проблем разных проблем и вернулся в церковь и вот мы сидим общаемся с ним он помнит все что вспоминает с детства говорит я помню я помню как я в церкви был когда я был совсем еще юным я помню как было то я помню я помню молитвы я помню то я помню как мама говорил я помню пастор как ты говорил я помню все это а говорить не может нормально слова 2 и у него вылетают вот эти все словечки такие уличные зоновские такие словечки моя жена говорит а ты можешь спокойно говорить по-русски я стараюсь говорить но я хотел его так сказать, оставайся в Доме Божьем, твоя лексика будет очищена, ты будешь изменен полностью, потому что кровь Иисуса Христа это мощное средство, которое очистит тебя, которое изменит тебя, которое наполнит тебя смыслом жизни и вдохновением, которое изменит весь внутренний мир. И круг друзей твоих изменит, и взгляд на жизнь изменит. В Библии написано, преобразует твой ум, изменит, то есть перепрограммирует твое мышление, и ты будешь другим человеком. И это все происходит в церкви. Третий момент, который я хочу сказать, что касается церкви, церковь это место, где звучит Слово Божие, церковь это место, где есть сила Божия. И третий момент, церковь это не прогулочный лайнер, а спасательный корабль. Я прочитаю вам один текст из Священного Писания Иоанна 10, глава 9 стих. Здесь написано так, я есмь дверь, Иисус говорит, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пожить найдет. Помню, в юности мы как-то рассуждали, что такое выйдет, как это ты выйдешь? Ты войдешь через Иисуса Христа, куда в церковь, в дом Божий ты войдешь, братьям и сестрам, станешь частью одной семьи. А куда ты выйдешь? Ты что, пойдешь опять жить обычной жизнью, мирской? Я скажу вам, что для многих из вас, которые вошли так, почувствовали благодать Божию, вам стало легче, как будто вы пришли к врачу, ой, ой, дай мне что-нибудь здесь, печет, печет, он положил тебе тут какую-то там мазь, там перевязал тебе, ой, легче, еще таблеточку дай мне, ой, хорошо, и убежал. И некоторые приходили в церковь точно так же, исцели мой брак, Господи, помоги мне, я разбит, я разочарован, работы нет, друзей нет, вообще ничего нет, и я сижу как у разбитого корыта, помоги! И Господь, конечно, помогал, Он говорит, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я успокою вас, Он помогал, Он помогал. А потом ты, а ты не намерен был долго тут задерживаться, как в больнице, ты же не живешь в больнице? Ну что, а что здесь, живут что ли в больнице вообще? Кто тут живет в больнице? Мы тут пришли, тут вообще все белые эти, все халаты, этот священник, этот хор, это все, это проставление, хорошо, 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 что еще надо, сколько еще надо, уже легче, все, и побежал, куда ты побежал? И побежал дальше. Что дальше? Дальше пустота. А дальше, там, помните, Иисус говорит, иди больше не греши. Что бы ни случилось с тобой, чего хуже? А еще и хуже бывает. С каких похоронили так? Почему? Да потому что установка такая. Я забежал в церковь и убежал. Подожди, куда ты пойдешь? Господня земля, все, что наполняет ей. Когда Иисус говорит, если дверь, кто войдет в Мною, тот спасется и войдет в церковь, выйдет не из церкви, а выйдет с Богом в сердце к людям, которые еще не вошли в церковь, чтобы их привезти туда. Выйдет, это означает, будет исполнять великое поручение. Это означает, от избытка сердца наполнится миром, и этот мир будет течь вокруг. Наполнится любовью. И эта любовь, она просто делает тебя другим человеком. Все смотрят на тебя и говорят, ты другой, другой. Почему? Ты какой-то другой. Потому что Иисус внутри меня выйдет, то есть протянет руку, будет чутким, сострадательным, внимательным к людям, с которыми мы живем. Я хочу сделать одно заявление, оно очень важное. Услышьте меня, услышьте сердце. Для многих людей единственное Евангелие, которое они откроют и будут читать. Это ты, это твои глаза, это твоя жизнь. Для моих соседей, возможно, они никогда в жизни не столкнутся ни с кем по-настоящему близко верующим человеком, кто бы их убеждал. Но моя жизнь должна говорить им об этом. Встречаясь с ними, я говорю с ними о Боге, о Божьей любви. Для многих людей Евангелие, которое они прочтут, это ты, это ты. Статистика говорит, что не менее семи раз человек должен услышать, увидеть, столкнуться, чтобы это зацепило его. Не менее семи раз. А кто знает, может быть, ты второй или третий в жизни этого человека. А ты разочаровался уже. Я ему говорил, говорил, он не кается. Ты хочешь таких быстрых плодов, такого быстрого покаяния. А Бог после этого может быть еще раз, еще раз будет использовать другого, третьим, пятым. А потом этот плод созревает. Этот человек приходит и кается. И за эту дорогу от греховной жизни к жизни с Богом на пути Бог посылал многих людей. Хочешь ли ты быть инструментом Божьим? Несколько месяцев тому назад я пришел в паспортный стол. И я зашел, не было людей, но за мной заходили люди. Я открыл дверь, постучал в кабинет, и там сидела женщина, начальник. И я зашел к ней, спросил, могу ли зайти. Она сказала, да. И буквально я только присел, открыл свои документы, как какой-то грохот в коридоре, какой-то крик в коридоре. Мы выскочили из кабинета. Мужчина, моложе меня, лет 40-45, может быть, упал. Как-то упал. Мы его стали поднимать, а он как будто задыхается. Следующих минут 30 я пытался вернуть его к жизни. Я откачивал его, откачивал. Собралась какая-то компания людей, так как это паспортный стол в форме, в полицейской форме стоят люди. Я откачивал его, но буквально минут через 5-7 в какой-то миг я почувствовал, как его дух вышел из него. Прямо, прямо точно почувствовал и точно знал, все, он мертв. Но я продолжал ему делать искусственное дыхание в надежде, что приедет скорая помощь и как-то оживит его. И потом я уже продолжая делать это, очень ясно понимал, у меня внутри чувствования пришли эти люди, они растерянные такие, они, а может это, а может это, а может так, а может что-то сделать так, может так. Эти люди, они сейчас соприкоснулись с вечностью. Сейчас момент говорить им о Боге. И когда уже было понятно, что надо заканчивать с искусственным дыханием, я поднялся, так как он был в центре, я возле него был в центре, я сказал, дорогие, вот так жизнь наша, как пар, в Библии написано, только я сказал, в Библии написано, в этот момент, прямо как, знаете, как будто демонический какой-то дух здесь сразу, кто-то говорит, что в Библии написано, в Библии написано, человек умер здесь, а что тут, нечего тут нам говорить, то есть, один, другой, и я сказал, послушайте, они развернулись, и никто не хотел слышать. Я помню, в 90-е годы люди слушали, я помню, я вышел на рынок, купил там картошки, и вдруг, а, ты, э, это ты там, о, ты же пастырь, да? Я с этой картошкой, сам раз толпа людей, я проповедовал им, они все слушали. Я ушел оттуда, я сел в свой автомобиль, я подошел потом снова к этой женщине, она говорит, я сейчас не в состоянии принять, придите ко мне в другое время, потянулась там в сейф, какую-то таблетку выпила, говорит, хотите успокоить? Я говорю, нет, не надо. И я ушел. Она взяла документы, говорит, я все сделаю, я вам перезвоню. Я молился несколько дней, после этого у меня были такие чувствования, вернись, просто вернись. Я вернулся, я вернулся, снова постучал в кабинет, и сказал, могу ли я зайти? Она говорит, я вам не звонила еще. Я говорю, могу ли я зайти к вам? Она говорит, ну да, заходите. И мы сели. Эти несколько дней я провел в молитве о ней, потому что она начальник, она старшая, и о других людях так же. Но так как я с ней имел контакт, я больше о ней молился. И я попробовал говорить ее сердцу. Она была как скорлупа, как, знаете, как орех такой, который, просто ты его не проломаешь никак. И я попытался, просил, Дух Святой, открой ее сердце. Я посмотрел, иконы висят здесь, посмотрел, она говорит, да я верю в Бога, календарь христианский висит. Да я верю в Бога, тут ходят, тут разные, евангелисты ходят, разные. А потом Господь открыл ее сердце. Она стала открывать свою жизнь. Она стала говорить, а в моей жизни столько проблем было. Я молилась Богу, я раньше, я раньше думала, что Он мне ответит, Он мне не отвечал, и я просто отодвинула все это. Знаете, как будто какая-то стена внутри, как будто бы что-то, что просто сформировало ее. И Господь дал мне слова просто к ее сердцу. Еще немного, и она стала плакать, поплыла ее косметика вся. Она говорит, ой, извините, извините, извините. И я хотел помолиться за нее, но она снова стала закрываться. Все, мне надо принимать прием, мне надо привести себя в порядок, мне надо выйти, привести себя в порядок. И я ушел, сел в автомобиль и молился о ней. Я не знаю. Возможно, я сказал, я попрошу вас, обратитесь к Нему еще. Обратитесь к Нему еще. Он любит вас. Я не знаю, обратилась ли она в ту ночь, или в тот вечер, или в следующие дни какие-то, но я точно знаю, что я был инструментом в руках Божьих. Я точно знаю, что, как Иисус сказал, и войдет, и выйдет, и пожить найдет. Пожить – это судьбы, это люди. Я точно знаю, что я в этот момент с Иисусом вышел из этого чудесного места, церкви, где мы просто все наслаждаемся, где звучит слово, где есть Дух Божий, где мы просто расслабляемся, потому что мы в семье, мы любимы. Я точно знаю, что я вышел из своей зоны комфорта. А я родился в церкви, и у меня церковь – это мой дом. Я не представляю жизни без церкви. Я не могу без церкви. Я просто не могу без церкви. Я согласен с сыновьями Кореевыми, лучше один день в Доме Божьем, мне живет три года жизни, но без церкви. Не могу без церкви. Это мой дом. А здесь я вышел. Я вышел с Иисусом, чтобы эту пажить найти, чтобы эту душу Господу привести. Господь хочет, чтобы Ты выходил. Господь хочет, чтобы каждый из нас посмотрел на родных, близких, на знакомых наших, на те, с кем мы учились раньше, на наших одноклассников, одногруппников, то есть и что-то сделали. Начните молиться о них. Выходите из своего мирка. Церковь – это не прогулочный лайнер, а спасательный корабль. Вы помните этот ролик? Я очень кратенько опишу вам. Ролик такой шикарный, роскошный корабль. Когда вы смотрите на съемки этого корабля, вы просто удивляетесь. Все в красном дереве, покрыто золотом, ковры, просто роскошный корабль. И он плывет среди открытого океана, и вдруг происходит шторм. И вдруг, и там где-то в радиорубке голос береговой охраны о том, что рядом какое-то судно терпит бедствие. И там люди в открытом океане, они тонут, они идут ко дну, что им нужно повернуть и спасать. Они самые близкие к этому месту. И забегает этот радиорубщик туда, в тот зал, а там звучит музыка. Все в смокингах, красиво одеты, они готовятся к богослужению. И говорят, ребята, тут вот терпит бедствие корабль, люди гибнут. И все эти люди, они не согласны с тем. Там был один или два человека, что им надо прервать свое богослужение, куда-то идти. И он говорит, пойдемте, пойдемте, пойдемте. И потом в следующий кадр, когда вы смотрите, там ветер, просто ночь, волны в лицо, мокрый, человек становится сразу же, крик такой, там мама, кричит девочка, как та, которая идет ко дну, мама, мама, и там кричит. И кто-то тонет просто, просто тонет. А там внутри корабля. Все готовятся к богослужению. Все хорошо. Нет никаких причин беспокойства. Кто-то сказал даже, а кто там выходит в такую погоду? Это типа какие-то там, ну, люди, которые браконьерцем занимаются. То есть, что это? Что их спасать? Это не дух Христов. Дух Христов. Иисус говорит, войдет и выйдет, и пажить найдет. Это чуткость, чувствительность, внимательность к другим людям. Вечность. Это не 50, не 70, не 100 лет, не тысячу лет, не миллион лет. Это бесконечность времени. Это очень много времени. Где мы вечность проведем? А где наши родные проведут вечность? Это вопрос вечности. И в конце этого ролика Рейнхард Бонке призывает и говорит, церковь, это не круизный лайнер для отдыха. Это спасательный корабль. Братья и сестры, мы с вами призваны спасать людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова